В 1961 году человек первый раз побывал в космосе, а в 1969 году вступил на поверхность Луны, а всё с помощью изобретателя Николая Ивановича Кабальчича, который в 1881 году за несколько дней до своей казни выдвинул идею ракетного летательного аппарата. Принцип работы ракеты основан на третьем законе Ньютона. На каждое действие есть равное противодействие. Ракетные двигатели в процессе работы выбрасывают вещество в одном направлении – это действие, а сам движет ракету в противоположном. Это противодействие. Это похоже на отдачу от ружья. Ракету поднимают не сами газы, выходящие из сопла, а давление, которое эти газы выбрасывают оттуда. Топливо у ракеты двухкомпонентное. Включает в себя горючее, которое воспламеняется, и окислитель играет роль воздуха, обеспечивает воспламенение горючего. Например, у ракеты Falcon 9, компании SpaceX, в качестве горючего используется керосин, а окислитель – это жидкий кислород. В камере сгорания происходит химическая реакция между горючим и окислителем, в результате чего образуется газ и тепло. Раскаленные газы расширяются и под большим давлением выбрасываются в сопла двигателя, где происходит их ускорение. Космические ракеты состоят из нескольких ступеней, так как с одной ступенью невозможно транспортировать полезный груз на орбиту. Существуют две классические схемы построения ракет – с поперечным и продольным разделением ступеней. Для первого варианта взята ракета Saturn V. При взлете работает первая ступень, а после отработки она отделяется и в работу берется вторая ступень и так далее. Во втором варианте за пример взят Space Shuttle. При старте работают как и ракетоносители по бокам, так и главный двигатель на шаттле. После отработки ракеты вместе с баком отсоединяются, а шаттл продолжает свой полет. В трехступенчатой ракете существует три типа двигателя – стартовый, разгонный и маршевый двигатель. В двухступенчатой ракете разгонный двигатель выполняет роль стартового. Маршевый двигатель – это главный двигатель ракеты, который доставляет космический корабль до своей цели.